Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о том, как улучшить свой почерк и начать практиковаться в леттеринге. Речь пойдет не о каких-то специальных прописях, все можно сделать самостоятельно. Если вы только недавно начали вести какой-нибудь ежедневник или арт-блокнот, вы, наверное, замечаете, что не всегда довольны своим оформлением и почерком тем, как вы пишете. Чтобы это исправить и страницы всегда приносили удовольствие, есть несколько простых приемчиков. Начнем с главного. Вам нужен специальный блокнот для улучшения почерка и леттеринга. Блокнот, в котором вы будете практиковаться, прописывать алфавит, английский, русский, тренировать наклон, просто исследовать новое. Всегда лучше, когда для этого есть специальная тетрадочка. С ней вы легко увидите прогресс. Следующий шаг. Вам нужно постоянно находить вдохновение для этого. Есть прекрасный сайт Pinterest, на котором, если ввести запрос леттеринг, выйдет большое количество макетов, шрифтов и просто картинок, которые можно скопировать и на которые можно смотреть, перерисовывать их, переписывать и тем самым продолжать практиковаться. Стилей много, вариантов написания много. Найдите именно тот, который впечатляет вас и восхищает больше всего. Повторяйте его. Он все равно будет видоизменяться под конкретно вашу руку. Не забывайте исследовать и пробовать новое. Для меня таким шагом стал меловой леттеринг. Года три назад я приобрела меловую доску небольшого формата и много тренировалась на ней дома. Мелки у меня были самые обычные детские из обычного канцелярского магазина. Точно так же я находила какие-то готовые доски сначала на Pinterest, потом сама делала макеты в фотошопе и, глядя на телефон, рисовала это на доске. Постепенно у меня получалось все лучше и лучше. Сейчас я делаю это редко, но все равно довольна тем, что начала и попыталась освоить. Поэтому пробуйте новое, не бойтесь. Возможно, вам подойдет что-то другое, что-то свое. И последнее. Вернемся к обычному письму. Мягкая бумага и идеальная ручка безумно важны. Сам процесс написания должен приносить удовольствие. Бумага должна быть приятной на ощупь. Вы на нее смотрите, вы тактильно ее чувствуете, вы касаетесь ее ручкой. Она вас должна полностью устраивать. В большинстве случаев какие-то дешевые копеечные блокноты вам не подойдут. Лучше для письма, для рисования, в общем, для любых целей покупать именно скетчбуки. Недорогой скетчбук будет всегда лучше, чем просто недорогой блокнот по качеству бумаги. Относительно идеальной ручки могу только дать совет. Это пробовать разные. И если вы сталкиваетесь с той проблемой, что ручка не пишет по какой-то поверхности листа, который вы дает его прикасались, в общем, где-то у нее проблемы с написанием, то могу вам сказать, что лучше тогда приобретать лайнеры. За 30-40 рублей можно взять вполне приличный лайнер. Продумайте заранее, тоненький вам нужен он или жирный. Опять же, ваш стиль письма, как вы хотите это все делать. И выбирайте ручку, основываясь на уже своих продуманных предпочтениях. Вот, собственно, и все. Я всю жизнь пишу, я обожаю писать, поэтому и сняла об этом видео. Спасибо, что посмотрели. Если вам интересна блокнотная тема, скетчбуки, ежедневники и все тому подобное, приглашаю вас в свой инстаграм. Ссылка, конечно же, в описании. Всем пока!